Всем привет! Сегодня у нас 25 июня, воскресенье, около двух часов ночи сейчас, решили мы с Олегом Викторовичем, сегодня он едет с нами, вот, решили мы сегодня сходить порыбачить чуть-чуть, перед обедом будет усиление ветра обещали, поэтому мы думаем, что, наверное, будем рыбачить сегодня до обеда. Рыбачить мы сегодня будем носить наволоки, без интересных моментов у нас сегодня не обошлось, мы, в связи с обстоятельствами, нам, мы уходили в полнейший отлив, вот, как это было, вы сейчас увидите. Да, тяжелейшая эта работа, таскать это все, все проваливается, да, Олег Викторович? Оп! К кинооператору осталось только двигатель принести. Да, отлив. Но в другое время нам не уйти никак, не получается, до лодки далеко еще, вот, туда нам таскать это все. Вот так нам было тяжело все это таскать, но по-другому у нас с ним не получалось. Ну, а сейчас по традиции у нас Олег Викторович скажет парочку слов. А все трудности мы создаем сами, ну вот, просто так готовимся к рыбалке, интернет не смотрим, видим когда отлив, пошли в самый отлив. Ну, как говорят люди... Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Да, у нас из моря. Ну, на рыбку я сегодня опять же не надеюсь. Вот, скорее всего, будет простая прогулка. На этом заканчиваем. Ну, а пока мы идем, я немного расскажу вам о Кольском заливе. Береговая линия Кольского полуострова была освоена финно-угорскими племенами еще в каменном веке. Уже после крещения Руси на эти земли пришли новгородские колонизаторы, кстати, мои земляки, которые занимались промыслом морского зверя и рыболовства. На берегу возникли русские деревни. В начале XVII-XIX веках население полуострова жило в основном оленеводством и добычей рыбы в промышленных масштабах. И только в начале XX века Кольский залив был признан стратегически, а не только экономически важным. Здесь был основан морской порт, ныне крупнейший за полярным кругом. Находится залив на Мурманском берегу Кольского полуострова. Своим названием он обязан поселению Кола, возникшему на одноименной реке предположительно в XI веке. Детальное описание залива было сделано Михаилом Францевичем Рейнике, руководителем гидрографической экспедиции, исследовавшей северные морские границы Российской империи в 1826 году. Кольский залив – это классический фьорд, узкий от 200 метров до 7 километров и длинный – порядка 57 километров. Он делится на три колена, каждый из которых имеет разную глубину. Две главные реки, впадающие в залив, называются Тулома и Кола, берега изрезаны многочисленными бухтами. Акватория изобилует небольшими островами. Порт Мурманск и закрытый город Североморск расположены на восточном берегу залива, обрывистым и скалистым. На более пологом западном находится порт Полярный. Берега соединены автомобильным мостом. Кольский залив имеет одну важную особенность. Зимой вода в нем не замерзает, даже если температура воздуха ниже минус 20 градусов по Цельсию. В заливе всегда теплее, чем на континенте, причем разница может быть весьма значительной. Этот феномен обуславливается теплым течением, но не гольфстримом, как принято думать, а его продолжением. Североатлантическим, Нордкапским. Конечно, у берегов вода замерзает, но фарватер всегда остается свободным ото льда. Именно поэтому Кольский залив имеет такое важное стратегическое значение. Северный морской путь был очень нужен России во время Первой мировой войны. Он обеспечивал связь с союзниками. Залив основательно замерзал не более пяти раз за всю историю наблюдений. Последний раз это случилось совсем недавно, в январе 2015 года. Ну вот и добрались мы до места предполагаемого лова, до сеть наволока. Вот люди там идут с рыбачьего, видно. Погодка такая, я бы не сказал, что плохая. Погода хорошая стоит. Конечно, накат небольшой, но ничего страшного. Солнышко светит, время около трех ночи. На эхолоте пусто. На эхолоте, говоришь, пусто, Олег Викторович? Да. На эхолоте идеально пусто пока. Это, конечно, не радует. Будем искать ездить рыбу сейчас. Может где-то найдем. Даже удочки не будем пока разматривать. Вот у Олега Викторовича первая поклевочка. Сейчас посмотрим. Что-то, говорит, маленькое там прям. Что-то вообще маленькое. Это рыба его мечты. На подсадку Олег Викторович сгодится. Ну вот, кажется, я обрыбился. Что-то у меня там подцепилось. Но сразу, говорю, что-то не крупное. Сейчас посмотрим. Долго я ждал эту поклевку. Так, ну что там у меня? Это у нас Пикша. Ай-яй-яй, сейчас нацепится. Ну, такая. С полкило, наверное. Ну, берем. Деваться нам некуда. Это на рыбинку хоть похоже. Да, вот такие корабли у нас ходят рядом с нами. Ушаков. Пошел он на кельдин, наверное, за рыбой. А у нас пока ничего с Олегом Викторовичем. Да, рыба клюет у нас все меньше и меньше по размеру. Я сейчас вытащу. Даже самому смешно, что там. Что-то вообще маленькое-маленькое. Уехали мы уже на 40 метров. Да, вон она. Вот какая отборная Пикша. Туда ее, пусть живет. Не наша эта рыба. Мелочь просто какая-то атаковала. Решил сворачиваться, сейчас оно клюет что-то. Уже на подъеме. Какая-то мелочь-мелочь. Не знаю, где уже рыбу найти. Вот, тресочка. Вот это уже. Самый крупный, нет. Из трески сегодня, да, первый экземпляр. Зачетная треска. Пожарить сойдет. По мелкой рыбе я сегодня в лидеры выбираю. Выбивает прям. Не знаю, какая-то мелочь. Глубина 40 метров. Ну вот, это уже чуть-чуть покрупнее. Уже зачет, зачет на сегодняшний день. Ну вот, нашли мы стадо мелочи. Тут сплошняком она стоит. Здесь, на самом деле, где-то живая, посмотрим, что там у меня. Так, ну вот. Так, если не запах, то хоть чуть-чуть покрупнее должна быть. Запах, к сожалению, запах. Да, тресочка маленькая. Ой, нечаянно ушла. Ладно, пусть живет. У Олега Викторовича небольшая проблемка с катушкой. Что-то у него тут она перестала немножко работать. Бывает у него такой глюк небольшой. Сейчас будем искать причину. Что-то у него вот клюнуло. Говорит, опять же, маленькая-маленькая. Да, Олег Викторович, электрокат... Да, Олег Викторович, электрокатвы пья от этого. Удичь. Даже на 30 метрах, но все равно очень тяжело. Ну, давай свою 100-граммовку. Рыбы на эхолоте пока много, но она, к сожалению, маленькая. Маленькая, очень маленькая. Вот, Олег Викторович. Две. Ну, вот это уже хоть чуть-чуть покрупнее нижняя. Давайте, подержу. Ну, хоть бы вот такие, да, Олег Викторович? Да, да. Хочешь что-то в сравнению? Ну, да, вот на эхолоте, вот, и там достаточно много ходит. Ладно, половим дальше. Вот, очередная у Олега Викторовича. Говорит, что-то чуть-чуть покрупнее должно быть, если не запах. Тяжеловато крутить. Какой-то глюк с катушкой. Вот, чуть-чуть, вот, уже, уже радует наш, нас берег чуть-чуть хоть порадовал. Солидная трясочка. Сегодняшний день самая крупная. Да. Ладно, ловим пока дальше. Ну, вот, у меня тоже поклевочка, я надеюсь, если не запах, то рыбка должна быть ничегошная. Может, хотя бы такая, как у Олега Викторовича. Так, где она там? Вот, уже на подходе. Ох, вообще переклестнулась. Я, по-моему, о, хорошая, держи, у меня хорошая поклевка. Да сейчас, на секунду. Хорошая поклевка, Гриш, давай. Давай. Это очень радует. Не сошла? Вот это хорошо, если идет. Давай, Олег Гриш, давай. 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 Сошла. Вот, что-то есть. По-моему, и одна сошла. А-а-а. Вторая поменьше. Поменьше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хороший такой Чаечка к нам приплыла Все, стадо закончилось пока Поклевочка у меня небольшая Интересно, что там? Ну что-то маленькое Очень маленькое Да, за хвост Я думаю, что такую мы, наверное, отпустим Иди гуляй, жалко, что повредил я Олег Викторович, к сожалению, пока с катушкой не разобрался, решил поменять На ручную поставить Отпустил я Что-то есть сходу Ну да Небольшое, но что-то есть Субтитры сделал DimaTorzok Ну где же мой трофей там? Опять запах К сожалению, эту отпустить не получится Потому что она себя уже повредила за пузо Олег Викторович Олег Викторович, дай, где-то остальные Опускаем дальше Какая-то мелочь Плюет Уже устали Ну хоть что-то поклевай Кажется лучше, чем ничего Ну да, он опять Оп Иди, родная, гуляй, живи Оп Ладно Не, хочет нацепаться Все, рыба у нас не клюет Решили мы перейти ближе к дому В другую бухточку За маяк Попробовать там Попробуем 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 Ну вот, время полдесятого Решили мы с Олегом Викторовичем Закончить нашу рыбалку Потому что рыба не ловится Прошли мы от сети до входа в залив Поймали всего по пикшенке Больше ничего Нигде рыбу не показывают Поэтому Принято нам решение идти домой Поспать пару часов И заняться домашними делами Погода вообще Благоприятствует Уже Ветер стал потише Солнышко светит Конечно Сказал бы мне кто Что сегодня клевать не будет Лучше бы я поехал Понырял бы где-нибудь Ну ладно Ничего страшного Поэтому Наверное Пока мы морскую рыбалку В ближайшее время Закончим Пока Может кто не скажет Что реально рыба пошла Ловится хорошо Вот Поэтому лучше мы Перейдем на другой вид На подводную охоту Вот Олег Викторович Я правильно говорю? Жизнь покажется Во всяком случае Сегодня чудо не случилось Вот Предыдущие рыбалки показывали Что Наверное все таки Весенняя рыбалка закончилась Вот Теперь будем ждать осенний Вот Переключимся на что-то другое Так что Посмотрим Ну а поймано нами сегодня Вот столько Треска маленькая Не крупная Пойдет у Олега Викторовича на котлеты Вместе с головами Вместе с головами Вместе с головами Ну а так всем пока Не забываем подписаться на канал Поставить нам лайк Не очень за удачную рыбалку Но за рыбалку Все Всем пока До новых встреч Пока Не скучайте Пока Пока